В этой, как принято говорить в автоспорте, конюшне несколько машин, и каждая из них собрана вручную и является настоящим произведением инженерного искусства. Сейчас Алексей в качестве штурмана принимает участие в чемпионатах и кубках России по трофи-рейдам, а началось увлечение практически случайно. Десять лет назад позвонил брат, говорит, ты не хочешь там съездить, попробовать? Я говорю, я даже знать не знаю, что это такое, и вообще он говорит, ну ты в картах-то хоть там понимаешь чуть-чуть, я говорю, ну на школьном уровне и не более того. Он говорит, там зеленое от белого отличишь, там поле от леса, я говорю, ну надеюсь, отличу. Ну вот так вот один раз съездили, затянуло, ну вот, теперь пришли к такому. Трофи-рейды – настоящее испытание для автомобиля и пилота, поэтому здесь подготовка машины самое главное, да и в ходе заезда необходимо пристально следить за здоровьем железного коня. Дается пилоту и что ему? Бумажка и ручка. Ребята, вот все, что где-то скрипнуло, где-то стукнуло, что-то повело себя не так, как обычно, обязательно записать. Просто у механика задача починить, но он не ехал на машине. Ему надо знать. А пока вот память свежести, да, у пилота, что он, вот, ну, мало, где-то скрипнуло, где-то что-то ударило, где-то вот что-то почувствовал, что-нибудь так, это обязательно надо записать. Каждая машина делается под конкретного пилота. Учитываются все детали – от того, где удобнее для водителя располагать тумблеры, до формы кресла и его нахождение в кабине. Как сюда машина заехала и вот уже выехала конкурентоспособно, ну, где-то 3-6 месяцев. И это постоянно с ней занимаешься, постоянно что-то делаешь, усовершенствуешь. Все лишнее выкинуто, там, что нужно для бездорожья, для повышения, там, проходимости, выживаемости машины добавлено. На одной из машин выезжаем на тест-драйв. Автомобиль способен разгоняться до 130 км в час, но необходимости в этом нет. Скорости на маршруте трофи-рейда невысоки, поэтому основное внимание уделяется надежности техники. Оказавшись рядом с такой машиной, грех не воспользоваться своим служебным положением и не прокатиться, оседлав пару сотен лошадиных сил. Итак, включаем тумблер, нажимаем кнопку, так, выставляем скорость, поехали. В этом экземпляре стоит штатный мотор от Land Rover мощностью порядка 200 лошадиных сил и коробка-автомат. Все сделано просто, практично и удобно. Из-за малого веса машина управляется очень легко. Впечатления потрясающие. На тест-драйве мы без труда проехали несколько километров. А на реальной трассе участок может быть настолько сложным, что прохождение такой же дистанции может занять целый день. И часто на этом испытания не заканчиваются. Техпомощь на спецучастке, она запрещена. То есть, возможно, ремонт только из того, что имеется на борту машины. Ну, или вот соперники, если помогут, то возможно. А в том году, вот у машины, что вы снимали, белый прототип, у нее сломался мотор, кусок блока откололся. Прям на болоте, на ладожских болотах. И вот доставляли мотор техничкой, и прям в болоте поменяли мотор. Мастера признаются, что участвовать в региональных соревнованиях им уже неинтересно. Мало достойных соперников, поэтому уже несколько лет Алексей штурмует трассы всероссийских состязаний. Есть желание выиграть Кубок России. Это проводится раз в году, из года в год результаты, они выше. То есть, если взять два года назад, то это были какие-то, ну, на этапах чемпионата, это были там десятые места, девятые. То уже прошлый год, ну, так, наивысшее достижение было третье место на этапе чемпионата России. Судя по целеустремленности Алексея, можно быть уверенным, что мы обязательно увидим его на верхней ступеньке подиума с заветным Кубком в руке. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.